С вами СтарТок, спортивное издание. Сегодняшний выпуск мы озаглавливаем так, карточный домик. Со мной сегодня, конечно же, Чак Найс. Здорово, Нил. Да, да. Итак, несмотря на то, что ты стендап-комик, ты замечательно подкован в вопросе спорта. И это круто. Просто скажу. Скорее всего, это единственная вещь, в которой я разбираюсь. Хорошо. Слишком много информации. Или из-за того, что ты до сих пор работаешь над этой комедийной штукой. Да, именно. И с нами сегодня Гэри Орайли. Гэри, бывший профессиональный футболист из Англии. Привет, Нил. Рад быть здесь. И я, ваш ведущий, Нил Деграсс Тайсон, ваш персональный астрофизик. И давайте я кратко введу вас в курс того, куда мы отправляемся сегодня на этом шоу, потому что я бы сказал, что ставки высоки. Потому что тема – это покер. Все на красное. Кто самый известный игрок? Джеймс Бонд, я думаю. Он бы захотел, чтобы его фишки смешали. Взболтали, а не смешивали. Нет, он играл в Бакара. О, Бакара. Точно. Он играл в Бакара. Точно. И, конечно, в Кости. И, может быть, иногда в Рулетку. Но меньше всего за покерным столом, думаю. Да. И еще мы также узнаем, что такое состояние пространственной сложности. Я не знаю, что это. Мы это выясним. А также теория равновесия Нэша, известного математика из Принстона, за которую он получил Нобелевскую премию. Является ли она ключевой в получении выигрышной комбинации? А также мы поговорим о том, являются ли вероятности и размышления о них преимуществом в жизни, или они просто запутывают нас, и их следует игнорировать. Итак, все это произойдет на этой программе. И у нас здесь есть несколько экспертов. Одна из них, в частности, Лив Бори. Добро пожаловать на Старток. Спасибо, что пригласили. Да, ты наш первый гость сегодня. И ты телеведущая. У меня тут твое резюме. Писатель, популяризатор науки. Люблю научпоперов. Их нужно больше. Их нужно больше, и тогда я свалю на Магамы. И оставить вас всех. Да, вот так я хочу. Ты бывший профессиональный игрок в покер. И сторонник эффективного альтруизма. Это хорошо. Хорошо. И еще, конечно, когда у тебя за плечами столько всего, тебя затаскивают на ТЭД. Ты появляешься на ТЭД ТОК. Ты получила диплом первой степени с отличием в физике и астрофизике. Вот что я люблю. Мой человек. Мои люди идут по миру. Университет Манчестера. Что еще? Игрок мирового класса. Чемпион Европы по покеру. Я мог тебя видеть за игрой в покер по телеку. Я должен был. Ты мог видеть меня. Не знаю. Если ты немного смотрел, то ты мог меня видеть. Я должен был посмотреть на тебя, чтобы понять, бегают ли твои глаза. Просто чтобы знать. Что ж, определенно. Ты можешь сделать покерфейс, Лив? Когда-нибудь делала покерфейс, когда сидела за столом? Ну, ты сейчас смотришь на него. Все всегда думают, что покерфейс – это что-то полностью неподвижное и работоподобное. Что, если быть честным, когда ты только начинаешь, хороший способ вести себя за столом, потому что его проще сохранять. Но действительно хороший покерфейс – это когда ты расслаблен и ведешь себя естественно, показывая, что тебе комфортно. Даже когда на самом деле это не так. Почему тогда покерфейс не может быть обратным к тому, что за карты у тебя на руках? Если у тебя, допустим, двойка, четверка, семерка и восьмерка разных мастей, ты смотришь на это и такой… Это бы просто всех выбешивало. Ты просто окидываешь весь стол взглядом и делаешь так. Вы все проиграете, вы все проиграете. Конечно, ты можешь так сделать, но суть в том, что если я быстро уловлю это, то для противников будет довольно очевидно, что ты так делаешь, когда у тебя плохая рука. И делаешь напуганное лицо, когда у тебя хорошая рука. Но можно просто составить портфолио лиц и выбирать. Если у тебя получится хорошо рандомизировать между, ну, типа… В этой ситуации я буду делать 50 на 50, или 70% времени делать мое напуганное лицо, и 30% времени буду делать счастливое лицо, и у тебя выйдет идеально рандомизировать это. Тогда да, ты будешь непредсказуем. Но в реальности людям очень трудно… …рандомить. Это произойдет, если дать бейсбольным тренерам возможность сделать то, что ты делаешь каждую раздачу. Ну, понимаете? Потому что есть игроки, которые смешиваются по местам на поле. Если ты каждый раз попадаешь по мячу, то все игроки оказываются в левой части поля, так? Я всегда думал, почему не отбить его в другую сторону, чтобы в результате добираться до базы каждый раунд. Но они бы, наверное, раскусили это и скомпенсировали. Наверное, это как раз о равновесии Нэша. Да, мы перейдем к этому через минуту. Но скажи для начала, что такое состояние пространственной сложности? Я не знаю, что это такое. Состояние пространственной сложности – это одно из многих разных измерений сложности ситуации. Конкретнее, это используется для описания сложности игр. Это одна из мер. Итак, технически это означает число возможных состояний, в которых по правилам может находиться игра, начиная со старта до финиша. Итак, допустим, ты играешь в крестики-нолики с сеткой 3х3. И это соответствует около, я думаю, где-то около 700 или около того возможных ходов. Так что число в состоянии пространственной сложности равняется 700. А затем, игра вроде шахмат, с доской 8х8. Число ее состояний равняется около 10 в 40 степени. Так что, как вы можете себе представить, из-за комбинаторики цифры растут очень быстро, в зависимости от числа возможных позиций, разных типов, составляющих и так далее. Так вот, почему четырехлетние дети играют в крестики-нолики, а не в шахматы? Да, в целом, это не всегда соответствует сложности игры. Но, безусловно, соответствует сложности игры, когда надо создать ИИ, который бы в нее играл. Если вы как бы посмотрите на историю ИИ, когда его выставляли против людей в разных играх, чем проще была игра, тем раньше она была разрешена, и тем раньше лучшие в ней люди были побеждены. Так крестики-нолики были решены при помощи компьютера, кажется, в 52-м году. Четыре в ряд, где-то в 90-х, и затем шахматы. Дипблю победил Гарри Каспарова в 97-м. И затем длинный промежуток. И затем вы могли видеть документалку про Альфаго в 2015-м. Альфаго, это же Гугл, правильно? Да, Дипмайнд. Дипмайнд, да. Да. Стой, ну кто тогда Альфаго? Это Дипмайнд. Они его построили. Они под Гуглом, все они. Давайте будем честны, это все Гугл. Но это было очень важно, потому что, уго, число состояний пространственной сложности 10 в 170-й степени. Это чертовски много. Но сколько тогда у покера? Чак, погоди, погоди, мне нужно вставить... Извини. Мне нужно вставить имя Гугл. Если его употреблять правильно, это число, равное 10 в 100-й степени. Да. Так что, если бы кто-нибудь и мог разрешить 10 в 100-й степени каких-то вещей, то это будет компания Гугл. Гу-гол. Я хотел сказать, но получается, они его неправильно написали. Они даже не могут его правильно написать. Это раньше они не знали, как оно пишется. Теперь вот вы его как пишете. Вот так. Боже, это же правда. Теперь мы и все так пишем. Бог мой, как же это забавно. Расскажи мне о равновесии Нэша. Когда я был в Принстоне, я провел там несколько лет, он мог пройти за моим окном. И я видел, как он идет, ни с кем не говоря, с опущенной головой, покачивая ее в созерцании чего-то, разрешая загадки вселенной. Да, да. Отлично, мы уже знаем о состояниях пространственной сложности, но что с того? Хорошо, ИИ должен знать об этом. Хорошо, но теперь ты хочешь разобрать стратегию, учитывая этот факт. Итак, расскажи нам о равновесии Нэша. Равновесие Нэша – это способ, с помощью которого вы бы смогли описать… Хорошо, мы играем с тобой в покер, друг против друга, один на один. В теории я проиграю. Очевидно, что я проиграю. Просто проговорю это. Ну, может, в долгосрочной перспективе ты бы победил, потому что в игре есть доля удачи. Да, мы обсудим позже. Итак, мы играем. Технически, есть стратегия, стратегия, которую я могу применить. Предположим, что она настолько идеальна, что тебе остается только принять такую же стратегию против меня. И когда мы оба будем это делать, то в общем, мы будем биться на равных. Без убытков, друг против друга, в долгосрочной перспективе. И это называется равновесием, потому что нет другой стратегии, которой бы каждый из нас попытался перейти и попробовать для того, чтобы улучшить ситуацию. Так что вообще это тупиковая ситуация. Это означает, что мы не можем друг друга эксплуатировать. Равновесие Нэша применимо только к людям, взаимодействующим в играх и других системах, основанных на человеке. Или, ну тогда назови это тупиком Нэша, потому что равновесие много значит физике. Просто слышать, что физический термин используется за покерным столом, это меня немного беспокоит. Ну, это не обязательно должно происходить между людьми. Технически это происходит между субъектами. Субъект может быть ИИ, любой штукой. Это могут быть два компьютера, играющие друг против друга. И если они запрограммированы одинаково, то они достигнут этой тупиковой ситуации, так? Абсолютно. То есть, по сути, это просто математическое решение. Хорошо. Технически это, я полагаю, локальный минимум. Или, возможно, локальный максимум. Но суть в том, это значит, что никто из нас не может попытаться сделать что-то другое, нежели то, что мы делаем сейчас, и ожидать получить больше денег. На самом деле, если кто-то делает так, то другой теперь сможет начать эксплуатировать первого. То, что ты описала, скорее похоже на локальный минимум. Потому что если ты переместишься в любом направлении, то все равно вернешься назад к этому минимуму. Тогда как при этом максимуме, если ты переместишься, то он может просто уменьшиться. Правильно. Да. Я думаю, что, возможно, это лучше узнать у твоего следующего гостя. Этот алгоритм. Чек, я тебя все это время перебивал. Нет-нет, я просто был заинтригован вашим разговором. Потому что со всем уважением к покеру. Но всегда же существует некий фактор X. Так что в каждую раздачу встроена вероятность. Потому что есть определенное число карт. Так? Так что, давайте взглянем на равновесие. Мы с тобой точно соответствуем друг другу. А фактор X, это как я могу манипулировать тобой психологически. Как ты можешь это объяснить? Погоди, Чек, ты только что изобрел фактор X в этом разговоре? Да, я только что... Я только что его придумал. Фактор X. Хорошо, Чек. По определению, любой возможный фактор X уже включен. Иначе, если он не включен, если есть что-то, что ты можешь предпринять, какой-то фактор X, ты его неожиданно достаешь, чтобы получить преимущество надо мной. Значит, я играю не по идеальной, я не играю, что называется, по оптимуму. Я забыла упомянуть это. Это называется оптимальная стратегия теорий игр, когда ты не можешь быть использован своим оппонентом. Значит, это работает только в лаборатории, потому что в реальной жизни я бы никогда не смог узнать тебя настолько хорошо, как человека, что мог бы просчитать каждую вещь, которую ты могла бы сделать. Однако, по большей части, можно к этому подобраться. Но не говоришь ли ты, что люди, так же, как и машины, могут быть предсказуемы вплоть до мысли, которая придет им в голову? Но это скорее не об этом. Если ты играешь по оптимальной стратегии, или ИИ играет по оптимальной стратегии в покер, то из этого не следует, что можно идеально предугадывать, что сделают их соперники. В ней не говорится о таком. Все, что она описывает, это игра по стратегии, в которой, чтобы не забираться в дебри, все настолько идеально срандомизировано между, к примеру, блефом и неблефом, в зависимости от каждого мелкого момента принятия решения, посредством чего ваш соперник не сможет получить преимущество. Я не говорю, что это идеально, и это работает. Вообще-то, это не зависит от стиля игры вашего соперника, но интересная вещь заключается в том, что просто потому, что ты играешь по оптимуму. Так что из-за этого соперники не смогут получить преимущество над тобой. Это еще значит, что ты можешь упустить какие-то вещи, которые они делают. Например, скажем, что мы играем в камень-ножницы-бумага, и ты ничего не знаешь обо мне. Лучший вариант — это идеально рандомно выбирать между ними, потому что таким образом я никогда не смогу предугадать, что ты будешь делать. Типа как рандомный генератор чисел, и получается 33% вероятности на каждую вещь. Но если мы делаем это какое-то время, и ты замечаешь, что по факту я всегда выкидываю камень, то теперь будет глупо тебе придерживаться рандома, потому что ты не выкидываешь бумагу. Ты упускаешь эту возможность воспользоваться моей тупой игрой. В этой ситуации ты бы захотел отклониться от своей старой оптимальной стратегии, чтобы как бы получить это преимущество, которое я теряю из-за моей идиотской игры. Но в таком случае это относится только к ситуации с двумя идеальными игроками. Именно это я имел в виду. Да, это возможно только при чистом равновесии. Да, да. Но твоя стратегия — это только база. В реальном мире надо следить за временем, потому что насколько много времени тебе требуется для того, чтобы успешно применять ее на практике. Ну, я сейчас уже в отставке, так что, если бы я села за покерный стол, я бы далеко не дотягивала до этой кривой. Ну, знаешь, до людей, которые наиболее близки к игре по оптимальной стратегии. Но даже так, что интересно, ни один человек вообще-то не может идеально сыграть по ней. По факту ни один компьютер не сможет идеально сыграть по ней. Ты можешь только приблизиться к этой асимптоте. Ну, знаешь, типа скорости света. И так что, с точки зрения того, сколько мне понадобится, чтобы добраться до уровня сегодняшних игроков мирового класса, которые до сих пор играют и изучают все оптимальные решения, я не знаю, честно сказать. Я думаю, что теперь я вообще бы не смогла. Я слишком давно не была в игре. Но я думаю, что это бы заняло, возможно, несколько лет интенсивного изучения. И я думаю, что интересная штука в покере заключается в том, что с того момента, как мы открыли эти оптимальные решения при помощи теории игр, типа математические решения. Целый стиль самой игры очень сильно изменился. И если вернуться в 2005-й, то это тогда все еще казалось таким черным ящиком. Никто на самом деле не понимал, каковы были на самом деле механики игры. Это было скорее что-то типа игры на чтение людей, на интуицию, где лучшими обычно были такие пожившие, наученные опытом люди, потому что они могли вычленять странные причуды человеческого поведения лучше, чем их соперники. Но с тех пор планка была поднята. Мы увидели математику игры, по большей части благодаря развитию компьютеров и программного обеспечения. Теперь наилучшие игроки – это те, кто сами, по сути, походят на компьютеры и играют в этом математическом полумашинном стиле. Стало меньше интуитивного прочтения людей. Но немного все же есть. Это роковой факт, который требует паузы, и даже, возможно, минуты молчания. Мы играли в покер, мы изобрели компьютер, который играет лучше в покер, чем мы, и затем мы имитируем компьютер. Это просто... Это просто... Давайте помолчим немного в честь человеческого разума, потому что мы больше не самые лучшие мыслители по этой части. Мы изобрели лучшего мыслителя. Вот что имеет в виду Нил. Давайте помолчим из-за смерти человеческой расы, потому что все для вас кончено. Все кончено. Начало правления. Переносимся в новоцен, как у Джеймса Лавлока. Сейчас все играют в онлайн-покер, так что, следовательно, тебе не нужен покерфейс, потому что ты не смотришь на людей. Или смотришь. И тогда у тебя, в принципе, нет возможности разглядеть физические признаки. Нет ничего вроде «он подернулся», «этот почесал свой нос» и все такое. Вот почему все это исчезает. Хороший. Да, отличный вопрос. В определенной степени, да. Как ты верно подметил, нельзя физически увидеть твоего соперника. Поэтому это заставляет тебя полагаться на более механическую информацию. Такую, как, например, размер ставки. На типы карт, которые они ставят. Единственная вещь, которую можно как бы считать с точки зрения чего-то физического, это как долго они не прожимают на кнопку. Ну, понимаете, вы видите, как долго они думают, и это может быть своего рода информацией. О, в этот раз они думали намного дольше, в то время как они в норме реагировали очень быстро. Это может быть информативно в определенной степени. Мы в скором времени позовем эксперта по ИИ в области теории игр. Каково было твое впечатление от ИИ, пока не перешли к следующему гостю? Ну, мое впечатление от ИИ – это тихая одержимость. Я была просто очарована концепцией, в частности, суперинтеллекта. Вроде около последних десяти лет, по правде, я пришла к этому через сообщество эффективных альтруистов. Ну-ка, расскажи мне об этом. Как ты к этому относишься? Это связано с той некоммерческой организацией, которую ты основала. Это так? Я правильно это понял? Да, я и еще несколько игроков в покер основали некоммерческую организацию, которая действует под влиянием принципов эффективного альтруизма. Вот эти принципы в сущности, что ресурсы ограничены, время и деньги, которые любое общество или группа людей могут пожертвовать на благотворительность. И так как эти ресурсы ограничены, критически необходимо, чтобы мы как бы откатились на шаг назад и дали оценку не то чтобы самым большим проблемам, а наиболее срочным и наиболее игнорируемым, наиболее тщательно отработанным, чтобы быть уверенными, что деньги идут на действительно те вещи, которые, доказанные с большей вероятностью, будут иметь оптимальное воздействие. Потому что, к сожалению, безусловно, большая часть благотворительности, как минимум исторически, была реакционной и сильно движимой эмоциями. И в какой-то мере движимой тщеславием, верно? Это чье-то детище, они хотят это решить, и не думать о математике, когда будут делать это. Точно, точно. Это сильно требует научного подхода. И, к счастью, за последние 10 лет некая сборная солянка ученых и бизнесменов, правда, и парочка менеджеров из хедж-фондов. Потому что у них есть деньги, да? Да, конечно, у них есть деньги. Но также в глубине души есть их статистики. Так что их заботят данные. Их заботят доказательства. И, ну понимаете, в бизнесе никто и глазом не моргнет, когда будет пытаться убедиться в том, что, ну понимаете, получат горы золота из воздуха. Так что почему люди так странно относятся к тому, что и благотворительные организации должны из денег делать наибольшее влияние. В частности, ну понимаете, когда вы даете в одно место, это значит, что вы не додали в другое. И если бы вы отдали в это другое место, и фактически спасли бы на 10 миллионов жизней больше, за то же самое пожертвование. Для меня это как-то трагично, если оно не попадает в правильное место. Так что есть несколько организаций, основанных на этой идее, которые, безусловно, наиболее эффективны с точки зрения того, что ваши деньги будут точно направлены в нужное русло. Это так разумно. И это так стыдно. Ну то есть, нам стоит посыдиться, что мы так долго к этому приходили. Да. И знаете, а ну-ка все пошли учить математику, хорошо? И никогда не говорите, мне это больше не понадобится. Возможно, не то, чтобы она вам может пригодиться. Скорее, вы захотите сами сделать нечто инновационное, как сделала Лив Бойри. А еще, Лив, ты могла бы найти способ, как от Робин Гуди Джеффа Безоса. Можно было бы просто ежегодно отстегивать себе такую сумму, чтобы он даже не понимал, что что-то теряет. Да, это парочка миллионов, вот и все. И дать нуждающимся. Я думаю, ну его филантропия, ну знаете, одно дело заниматься ею больше, но что наиболее важно для него, это удостовериться, что деньги пойдут в наиболее рентабельные... Да, верно. И в этом вся соль. И зачастую из-за, ну знаете, так много давления, типа, ну давайте сделайте это, пожертвуйте прямо сейчас и все это. Но подумал, в какой момент будет стократное улучшение, в отличие от «отдавай все прямо сейчас», по крайней мере, социального давления. Но понимаете, это не должно быть в стиле «отдавай все сейчас, мистер Безос». Хорошо, Чак, вот как бы я использовал выражение «фактор Х», она сказала «сто-кратный фактор». Эм, улучшение в сто крат. Правильно. Это количественная переменная. Количественная переменная. Да, количественные переменные. Так, держать. Ребята, нам нужно сделать небольшой перерыв, и поэтому мы должны сказать «пока», «пока, Оливия». Хорошо, я вижу, ты довольно умна, и знаешь много вещей, что мы могли бы использовать в наших будущих шоу, так что если ты будешь еще оставаться в нашей картотеке, и если ты не против, мы могли бы созвониться. Я с радостью. Отлично. Хорошо, ребята. Это было бы честью для меня побывать на твоей передаче. Итак, оставайтесь с нами, потому что на той стороне нас ждет эксперт по ИИ, друг Стартока, Мэтт Гинсбург. И мы будем говорить о соревновательном ИИ, когда Старток спортивная версия вернется. Мы вернулись. Старток спортивный выпуск «Карточный домик» с Чаком Найсом и Гэри Орайли. Парни. Чак, ты твиттишь в Чак Найс комик? Да, да, так точно, сэр. И Гэри, Майфри Лефт Фит, мы все помним. Да. Что бы ни случилось. Отлично. В этой части мы поговорим об ИИ и попытаемся понять, какую роль оно играет в играх, в вероятностях, в принятиях решений. сопоставим это со всем тем, что мы узнали от Лив Бори. В ее комментарии о покере. И мне любопытно, она и Мэтт Гинсбург, не будут ли они заклятыми врагами? Ведь они оба занимались одними проблемами, но могут быть соперниками. Ведь игры — это про соперничество. Давайте пригласим Мэтта Гинсбурга. Мэтт с возвращением на Старток. Привет, Нил. Рад вернуться к вам. Ага. И у тебя в резюме написано, что ты в раннем возрасте получил PHD в Оксфорде. Это довольно круто, хотя я думаю, что у нас существует какое-то сильное благоговение перед молодыми одаренными ребятами. Потому что, когда ты старше, тебе никто не скажет, «Парень, это было невероятно, ты сделал это до того, как тебе исполнилось 40». Но, понимаешь, я никогда не пойму, почему у нас так восхищаются этим. Но есть, что есть. И то же самое было с тобой в 24, PHD в Оксфорде, в математической науке. Очень круто. И ты изучал информатику в Оксфорде. Это курс в Англии. И ты ученый. Я изучал... Я был математиком и физиком. Математическая физика, точняк. На самом деле, я настолько стар, что в то время, когда я был студентом, нельзя было учиться на информатике. Тогда еще не было такой дисциплины. Действительно давно. Старее, чем мир. Вот что мне говорят мои дети. Я бы смазал счеты перед тем, как начать читать. То есть тебе пришлось изобрести информатику, чтобы остальные люди смогли ее изучать. Мы с первым компьютером примерно одного возраста, так что... Правда? Первый коммерческий, в общем, я просто очень стар. Очень стар. На самом деле, PHD моей жены тоже по математической физике. Круто. Так что я тоже уже получаю, когда она размышляет о мире через эту призму. Все хорошо получается. Так вот, ты занимался статистической поддержкой спортивных команд. Что мы обсудили в твой последний визит, который ты нам нанес. И нам очень понравилось имя твоего алгоритма для решения кроссвордов. Пожалуйста, скажи его имя. Доктор Фил и я. Лучшее имя в мире. Но это был второй вариант. Я спросил кучу людей, составляющих кроссворды, как мне назвать его. И моим первым вариантом было Deep Clue. Хорошо, но что произошло? IBM не дали бы мне этого сделать. Я хотел сказать, из-за Deep Blue. Нет, это создало бы ажиотаж. Ну, идиоты. Ну, понимаешь, как они могли так? Доктор Фил было вторым. Так и повелось. Хорошо, хорошо. Так значит, ты специалист в ИИ. Так и есть. И главный решатель тяжелых проблем. И теперь ты еще и на зарплате в Google. Так что, скажи мне, что ты думаешь о равновесии Нэша, когда программируешь ИИ, либо думаешь об играх в общем? Для меня даже равновесие Нэша — это просто инструмент. Так что, если взглянуть на ту работу, что я делаю со статистическим обеспечением выбора игры в NFL, то станет понятно, что ты решаешь довольно простую игру с относительно простой матрицей выигрыша. Ну, знаешь, если мы, допустим, играем в пас, а они начинают блиц, то чего нам ожидать? Итак, у вас есть маленькая матрица выигрышей. А, то есть это намного проще, чем сами игры. Это проще, чем полноценные игры, где ты, ну, знаешь, есть от 10 до 100 разнообразных состояний, верно? Справедливо замечу, что если ты пытаешься найти обратную матрицу к матрице со стороной от 10 до 100, то тебе конец. Так что, независимо от проблемы, которую ты решаешь, тебе нужно упрощать это до чего-то поддающемуся вычислению. Хорошо, если говорить о покере, то его неотъемлемой частью является блеф. Так что, если И играет в покер, то он блефует. И нужно ли ему это делать? Если ты не блефуешь в покере, то ты отстой. Хорошо, но часть блефа, это когда я пытаюсь прочитать своего соперника. Я не играю в карты. Я играю с моим соперником. Может ли это делать ИИ? Или он просто просчитывает вещи? Потенциально может. Много работ в сфере ИИ ведется касательно покера. Много фундаментальных работ, включивших перевод покера в линейный вид и оптимизацию, я думаю, миллиардов переменных, и затем решение этого, потому что мы можем. И это не 10 на 100. Размера 10 на 9 хватит. Так что ты решил эту гигантскую задачу оптимизации, ИИ говорит тебе, хорошо, в этой ситуации, с точки зрения ставок и с такими-то картами в руке, вот как тебе стоит поставить. И он не знает, но это блеф. Но он скажет, что несмотря на то, что у тебя в руке разномастные 2-4, то тебе нужно много поставить в этот отрезок времени. Так что вот и ваш блеф. Это обусловлено тем, что вы будете пытаться придерживаться оптимальной стратегии, согласно определению Нэша. Так что получается, оптимальная стратегия может включать блеф? Она должна включать. Если вы никогда не блефуете, то ваш оппонент, в смысле, одна из самых приятных вещей в равновесии Нэша в том, что если ты скажешь своему сопернику, что играешь по оптимуму Нэша, то он не сможет получить превосходство над вами. Так он может играть против вас днями и увидит, о да, он играет по оптимуму. Я не смогу эксплуатировать его. Но если ты не играешь по оптимальной стратегии, то это будет что-то в стиле «Вау, этот парень никогда не блефует». Круто. В этом и суть эксплуатации, так? Верно. Интересно. Вау, это так. Хорошо, не буду забирать все вопросы. Чак, Гарри. Хорошо, и так мы построили программу с ИИ для игры в покер. Проще говоря, мы используем читы? Погоди, погоди. То есть мы имеем в виду тот случай, когда ИИ помогает нам? Да. В соревнованиях по покеру будет ли это считаться нечестным и в более широком смысле, как ИИ играет в рамках правил игры в контексте того, что люди определяют, кто честен, а кто нет? К чему приведет эта мысль? Я думаю, что... Если ты используешь ИИ, чтобы он тебе помогал, и ты не раскрываешь это, то да, ты играешь нечестно. Хорошо. Потому что ты не должен был... Это как... Это как, ну, знаешь, заниматься прыжками в высоту с ракетами на ботинках. Ты не можешь так делать. Со спрятанными ракетами. Я думаю, интересный вопрос это... Следует ли организаторам разрешать это? Вот ты идешь туда и у тебя есть компьютерный помощник, и ты говоришь, ребята мне помогают, и представим, что я и есть компьютер. Что должны сделать организаторы? Позволить играть? Или не позволять? Да, но поставь туда еще участника, и ты получишь тренеров, подключенных к компьютерам в стороне, дающих инструкции игрокам, которые сами не используют, и в отличие от тренеров. Так мы и делаем в футболе и баскетболе. В этом и суть. Разве это не то же самое, что и ты описал? Это использование компьютера и замалчивание этого факта. Просто потому, что у тебя есть какой-то парень в середине всего этого. Я имею в виду, это как в сцене фильма «В поиска галактики», где Сигурни Уивер, точнее ее работа, заключалась в том, что когда что-то говорил компьютер, она должна была повторять экипажу. И она говорит, это тупая работа, но кто-то должен это делать. И если ты это делаешь, то ты все равно используешь компьютер. И на самом деле, эта деталь в виде Сигурни Уивер не важна. Так что если у тебя есть компьютер, который тебе что-то рассказывает, и есть парень с рацией, передающий информацию, ты все равно используешь компьютер. Ага, но по-видимому, это разрешено. Я не думаю, что кто-то препятствовал этому в начале, хотя полагаю, что могли. Никаких компьютеров. Такого никто никогда не говорил. К слову, даже без компьютера у них могут быть те, кто занимается аналитикой. Бейсбол богат на такое. Так что если теперь это делает компьютер, да, это и и, ну и что с того. Ну и есть разница между тем, что ты делаешь оффлайн или прямо во время игры. Так, в шахматах вы делаете перерыв во время шахматной партии, и все сразу бегут к своим компьютерам и занимаются анализом. Это разрешено? Да, это разрешено. Но ты не можешь надеть наушник, в который тебе говорили, что думает компьютер. Это не разрешено. Какие-то размытые границы у этих правил. Вот если у меня перерыв, и я сказал, что мне надо отлить, и я иду, а нет, это читерство. Но если официальный перерыв, потому что я же видел это в ходе королевы, верно? Они идут и анализируют игры. Хорошо, это было до компьютеров, но ты приводил других экспертов, и это по сути то же самое. Это то же самое. Или вот боксер сидит между раундами, тренер ему говорит, бей туда, а не сюда. И так вот, не получается тогда, что ИИ не что-то фундаментально другое, а вопрос в степени? Я думаю, ответ... Ну, что-то вроде. Но я думаю, что следует разделять то, что происходит прямо во время игры и во время перерыва. Я думаю, это важно, потому что суть в том, что ты не можешь отследить нарушения. Ты не сможешь сказать, мы объявляем перерыв, возвращайтесь завтра и не используйте компьютеры. Как вы принудите к этому? Как вы узнаете? В то время как относительно просто сказать, чтобы ты не использовал компьютер, пока ты играешь. Это намного проще. Ты можешь сказать, вынь эту штуку из уха, нам не нравится. Но ты не можешь сказать, не ложись сегодня спать в кровать, не иди домой, повесим на тебя камеру. Это слишком. Я тут подумал, а у казино есть свои ИИ. Так что, когда я играю в онлайн с помощью ИИ, они могут понять, что я играю нечестно. Гэри, мне очень понравился вопрос, но хотел бы перенести его на следующую часть, потому что эта часть заканчивается. Так что, когда мы вернемся, мы поговорим о том, может ли заведение использовать ИИ, чтобы люди вроде Мэтта не приходили и не использовали их невежество, так как они умны, когда старток продолжится. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000. Продолжение следует...